Титулярный советник Кратеров, худой и тонкий, как адмиралтейский шпиль, выступил вперед и, обратясь к Жмыхову, сказал, «Ваше превосходительство, движимые и тронутые всей душой вашим долголетним начальничеством и отеческими попечениями более чем в продолжении целых десяти лет, мы, ваши подчиненные, в сегодняшний знаменательный для нас того день, подносим вашему превосходительству в знак нашего уважения и глубокой благодарности этот альбом с нашими портретами и желаем продолжения вашей знаменательной жизни, чтобы еще долго-долго до самой вашей смерти вы не оставляли нашей того». «Своими отеческими наставлениями на пути правды и прогресса», — добавил Закусин, вытерев с олба мгновенно выступивший пот. «Ему, очевидно, очень хотелось говорить, и, по всей вероятности, у него была готова речь. И да развивается, кончил он, ваш стяг еще долго-долго на поприще гения, труда и общественного самосознания». По левой морщинистой щеке Жмыхова поползла слеза. «Господа», — сказал он дрожащим голосом, — «я не ожидал, что... не ожидал и никак не думал, вы будете праздновать мой скромный юбилей. Я весьма тронут, даже этой минуты я не забуду до самой могилы. Верьте, друзья, что никто не желает вам так добра, как я, а ежели что и было, то только для вашей же пользы». Жмыхов, действительный статский советник, поцеловался с титулярным советником Крайтеровым, который не ожидал такой чести и побледнел от восторга. Затем начальник сделал рукой жест, означавший, что он от волнения не может говорить, и заплакал. Точно ему не дарили дорогого альбома, а наоборот отнимали. Потом, немного успокоившись, сказав еще несколько прочувственных слов, дав всем пожать свою руку, он при громких радостных кликах спустился вниз, сел в карету и, провожаемый благословениями, уехал прочь. Сидя в карете, он почувствовал в груди, наплыв неизведанных доселе радостных чувств и еще раз заплакал. Дома ожидали его новые радости. Там его семья, друзья и знакомые устроили такую овацию, что ему показалось, что он в самом деле принес Отечеству очень много пользы, и что не будь его на свете, пожалуй, Отечеству пришлось бы очень плохо. Юбилейный обед весь состоял из тостов, речей, объятий и слез. Одним словом, Жмыхов никак не ожидал, что его заслуги будут приняты так вулись, как сердцу. — Господа, — сказал он перед десертом, — два часа тому назад я был удовлетворен за все те страдания, которые приходится переживать человеку, который служит, так сказать, не форме, не букве, а долгу. Я за все время своей службы непрестанно держался принципа «не публика для нас, а мы для публики». И сегодня я получил высшую награду. Мои подчиненные поднесли мне альбом. Вот, я тронут. Праздничные физиономии нагнулись к альбому и стали его рассматривать. — Альбом хорошенький, — сказала дочь Жмыхова. — Я думаю, он рублей пятьдесят стоит. Какая прелесть. Ты, папа, отдай мне его, слышишь? Я его спрячу. Он такой хорошенький. После обеда Олечка унесла альбом к себе в комнату и заперла в стол. На другой день она вынула из него чиновников и побросала их на пол. И вместо них вставила своих институтских подруг. Форменные вицмундиры уступили свое место белым приверинкам. Коля, сынок его превосходительства, подобрал чиновников и раскрасил их одежды красной краской. Безусым нарисовал он зеленые усы, а безбородым коричневые бороды. Когда нечего уже было красить, он вырезал из карточек человечков, проколол им булавкой глаза и стал играть в солдатики. Вырезав титулярного советника Кратерова, он укрепил его на коробке из-под спичек и в таком виде понес в кабинет к отцу. — Папа, монумент, погляди-ка! Жмыхов захохотал, покачнулся и, умилившись, поцеловал в засос Колину щечку. — Ну иди, Шалун, покажи маме. Пусть мама посмотрит.